Всем привет! Привет из, ну я хотел сказать, весенней Москвы. Да, действительно из Москвы. Она пока еще мартовская, но не очень весенняя. Но, тем не менее, на столе лютик, ранункулос. И о чем я хочу вам сказать, о чем я подумал. Вот ресторан. Обычно питаются, едят в ресторане, в кафе и так далее. Нет, отнюдь не только так. Сейчас мы наблюдаем, это не первый год, не первый век, просто сейчас это очень ярко, такую потрясающую политическую едальню. Политическую, извините, едальню. Все друг друга едят. Значит, режимные пытаются съесть, доесть навальнят. Навальнята кусают издалека, как могут, кусают режимных. Здесь Петровка, Большой театр. Большой театр, изумительное чудо искусства. Всегда все друг друга ели в Большом театре. Ну, представьте, мало того, что соперничество Лемешева, Козловского, или, допустим, уже блистает Галина Павловна Вишневская в театре, блистает, а приходит с изумительным голосом Милашкина, такая сопрано, у которой просто, вот как говорили, вы знаете, вот ей ничего не надо делать. Она просто встала и звучит изумительно, вот такой голос, фантастический голос. И ели в Большом театре. А в балете, что происходило, это не передать. И как пытались съесть Майя Михайловна, и как Майя Михайловна пыталась съесть. Как Григорович, великий хореограф и великая балерина Майя Михайловна Плесецкая, ели друг друга десятилетиями, питались, не подпитывали творчески, а питались друг другом. Ну, дальше я уже не говорю, там дальше Кремль, здесь Лубянка, значит, здесь все во всякие министерства, ведомства, едальня постоянная. Все друг друга, значит, вот не самым цветочным образом кусают. И там какой-то сейчас Стрелкин, там Пипеткина ест, огрызается и так далее, и так далее. Это наблюдать изумительно интересно. Это неприятно, это опасно, но очень интересно научно, антропологически. Поэтому не будьте банальными. Еда – это не только где ресторан. Еда в самом широком смысле, в самом, я бы сказал, таком животном, зверском смысле. Еда, она везде происходит, на улице съедают друг друга соперницы, когда борются за кого-то, да, и соперники, и так далее. За место, за кабинет, за тетку, за мужика, за все едят. За Большой театр, за роль, за партию. Малый театр. А вы думаете, что Малый театр? А вы знаете, как ели друг друга, ели друг друга, Элина Авраамовна Быстрицкая, актриса, ведущая актриса Малого театра России, и Юрий Соломин, многолетний худрук, замечательный тоже русский актер. Вот, Элина, она была не великая русская актриса, не русского происхождения. А Соломин, вот он как бы еще русский, он, вот мы, русский императорский театр, и тут Быстрицкая, и все, и они ели друг друга, в том числе я, ну, это мало было на моих, так сказать, вот при мне лично, но и при мне лично были потрясающие нюансы питания, ну, что ли, такого элитного общепита. Малый театр, большой, дальше Кремль, в Кремле, и Кремль съедает политически все, и его, соответственно, то есть и внутри, это такой один большой, понимаете, все вот, значит, такой караян, такой ресторан, ресторан политической едальни. Едальни. Ну, так что вот, а мы-то еще сейчас пока все равно ждем блюда, вот я сейчас жду блюда в этой совершенно ублюдской эпохе, да, вот, что сказать, что же поделать. Ну, видите, русский язык, он тем и велик русский язык, почему я его так защищаю и здесь, и на Украине, потому что, действительно, он может описать, обосновать, сблизить сближение страны абсолютно все, причем не на каком-то деревенском, хуторском, марафском уровне, а на высочайшем, потому что русский язык, он в себя вбирает и лютики, цветочки у меня в садочке, да, лютики, цветочки у меня в садочке, милая, любимая, не дожидусь я ночки, женитьба Бальзаминова. Но это, вообще-то, научно ранункулюс, вот этот цветок. И мы сейчас здесь, ресторан-то он русский, хотя он итальянский. Вообще, как и почему, ну, зимой-то надо снимать зимой или в неприятной весне, когда у нас еще, у нас же не Италия, поэтому надо снимать всегда красивые, а на улице пока еще ничего не цветет, здесь уже цветет, здесь цвело и зимой, да. И Россия чем потрясающая, она восприимчива, она берет замечательное французское, итальянское и так далее, и плохое тоже берет, вот плохое брать не надо. Плохое брать не надо, вот, не берите плохое, не берите плохое, не трогайте плохое, зачем вам портить себе жизнь? То есть вы думаете, что будет, нет, лучше не будет, лучше, чтобы не было, чем будет. Вот, и восприимчиво, и если не мешать, то берем самое замечательное, понимаете, вот так надо, надо брать хорошее, а не плохое. И на Западе надо брать не левачество, а надо брать литературу, искусство ресторана, и мы же все взяли. И русский язык, это тоже в семантическом, в плане вокабуляра, ну, тоже вокабуляр, да, такого словарного запаса. Это в огромной степени, конечно, все из Европы, эти все цивилизационные слова, все жанры и виды искусства, науки, все это музыка, физика, история, литература, все западное, ресторан, все западное. Да, вот, оливки, очень ждем оливки, мы как раз про цивилизацию. И вот, нет, почему это, это оливки, это очень, оливки это очень красиво, это очень вкусно, тем более, что мы про, да, да, масло тоже, что-то так все очень, видишь, как-то воспитано, чтобы не мешать, вот, что, в интеллигентности, чтобы не мешать, да, а вот это не по-русски, русский человек, он должен был сразу все, так все, мы как бы снимаем, да, а нужно было заслонить, перейти, значит, показать там, свое, нет, а тут, это, я буду сейчас бороться с нерусскостью, потому что, вот что это, он должен был сюда поставить, причем заслонив с собой, вообще, всем корпусом, да, и, знаете, будем бороться, ну, ничего, 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 и тоже, о, какой вкус, это уже к нам, да, да, ничего, ставим, да, ставим, это как, это что у нас, это бурат, или что это? С томатом, с томатом, и крем, да, вот это, за что я люблю Россию, что у нас в России, бурата с томатами, мы же боремся сейчас, я же начинаю борьбу за русский язык, я еще, ранюнкулус, бурата с томатами, на фарфоре, на фарфоре, в ресторане, да, а все это откуда, по меню, и вот я думаю, как все это, кофе, значит, кофе, да, я пытаюсь заменить все это, чем-то русским, я считаю, что это надо заменить одним, каким-то огромным, таким, значит, вот вообще, все это, чтобы ничего, одно наше, вот было, понимаешь, поэтому, так, это вообще тебе, да, потому что мое еще, а почему ему первому, а мне еще, а я пока буду оливками, а в руках, нет, так давайте сюда, подождите, так, мы сейчас, давайте сюда, давайте, давайте, да, что там первое у нас, белые грибы, пожалуйста, белые, пожалуйста, ага, вот, благодарство, я везде, да, спасибо, приятно, тоже не по-русски, аппетит, аппетит, тоже не по-русски, надо не приятного аппетита, а чтоб ты сдох, сука, понимаешь, понимаешь, вот это, и огромная часть быдла, которая из зависти меня смотрит, она же мечтает об этом, значит, но, но да, все, теперь, поскольку уже мы, время за роликом, я скоротал, время пока ждал, ролик про политическую, про политическую, значит, едальню, все друг друга едят, все друг друга, это не только в России, это везде едят, везде, но мы в России, вот что хорошо, вот что хорошее в России, мы берем, можем брать лучшее, так давайте брать лучшее, и это будет наше, это уже наше русское, это уже наше русское, понимаете, и вот я беру все лучшее, и мы делаем это своим, зачем же отказываться от лучшего, ради худшего, когда мы сами можем вот это все тоже воспринимать и воспроизводить, вот давайте за восприятие, делаем это давай, pg, и это давай, 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 же, давай,